Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня Kia Sportage 2012 года выпуска 2-х литровый бензин автомат, передний привод Пробег на автомобиле 106 тысяч километров Заменим в нем масло в коробке Масло ни разу не менялось Фильтр здесь находится внутри коробки Чтоб его заменить, ее надо снимать и разбирать Этого делать никто не будет Поэтому масло лучше всего менять каждые 60 тысяч километров Поднимаю автомобиль Перед этим открою капот и сниму сверху корпус воздушного фильтра Откручиваю патрубок воздуховода КОМЕЦ 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 Так, здесь у нас как он здесь? Держится, болтов не видно, а вот сбоку один болт есть, так, один болт здесь и здесь мы клипсы снимаем, нажимаем на солдатики, поддеваем клипсы, потом, чтобы их установить обратно, солдатики выводим вверх и защелкнем, поддеваем воздуховод и снимаем его. И заодно вот эту всю чачу выдуем отсюда. Вот у нас трубки, красная это у нас подводящая, а желтая у нас отводящая. Теперь разомкнем желтую трубку и будем уже масло путем частичной прогонки сливать таким образом. Я вот думаю заливку сделать через сапун или же заливку сделать через пробку заднюю. Но задняя далековато находится, а сапун вот он у нас находится. Все-таки сделаю, наверное, я через сапун. Откручиваю вот эту пробку сапуна, вот она находится квадратная. Также ее можно и шестигранной головкой открутить. Выкручиваем и через нее будем заливать. Но перед этим я сейчас заведу автомобиль, когда подниму его. Хочу проверить, какой уровень масла в коробке на заведенную. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот у нас пробка. Пробка эта, в принципе, откручивается руками. Вот она идет. Сейчас заведу автомобиль и после этого уже откручу. Посмотрю при пробеге в 106 тысяч, что там с маслом. Как оно было залито, какой там сейчас уровень. Масло есть. И бежит оно довольно-таки весело. Оно должно быть в уровень. Ну, ничего. Когда будем заливать, мы ровно столько же зальем, чтобы у нас масло на горячую, ну, на прогретую коробку бежало точно так же. Сделаем, как и было. Прокладка стоит на месте, пока я ее не снимаю. А вот сейчас будет картина, когда мы заглушим автомобиль, как побежит масло. И все, автомобиль заглушили, масло побежало гораздо веселее. Хотя и не особо оно бежит здесь ручьем. Пусть стекает сейчас здесь, а потом мы выкручиваем. Вот здесь вот у нас пробка, вот она, сливная. И сольем через нее масло. Здесь у нас резиновое кольцо уплотнительное. Я вот сниму и помою. Вот оно. Вот оно. Масло не смертельное, но, конечно, грязное. Новое масло красное цветом. Магнит ежиком у нас. Хотя, опять же, для такого пробега ежик небольшой. Сливаем. Так, ставлю на место пробку пока. Здесь я все-таки посадку промою. Магнит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. До конца я ее пока не закрываю, так на середине оставлю масло-стекло. Закручиваю на место пробочку сливную. Смотрите продолжение в следующей серии. Опускаю автомобиль и заливаю масло. Вот она пробочка. Я ее выкрутил. Диаметр ее на 22. На всякий случай я ее пометил. Читал, что там канал. Да, канал есть. Вот он просверлен. Но он совпадает. Как бы его не поставил, там проточка есть. Для того, чтобы коробка дышала. Также разъединяю вот этот желтый шланг. Снимаю с трубки. Пока я его не скидываю, заливаю 4 литра масла. Ставлю воронку. И заливаем. Масло беру АТФ СП-4. Оригинальный номер 04500-115. Здесь интересно, у них еще идет СП-4 масло. Но САИ-75W. Не 75, а 90 или 140, а просто 75W. Ну и заливаю. 4 литра. Начал заливать масло. Воздушная пробка выдавливает ее наверх. Вот маленько пробежала. Поэтому шланг мы этот скидываем сразу, перед тем, как заливать. С него сейчас тоже маленько побежит масло. Я внизу тазик подставил. Все, а теперь можно заливать. Воздушного подпора не будет, пробки. Залил 4 литра масла. Одеваю обратно шланг. Хочу прогнать. Я даже его хомутом зажимать не буду. Просто рукой придержу. Прогоняем. Немножко заводим автомобиль. Чтобы по системе свежее масло разошлось. А потом уже снимем шланг. И сольем в тазик на заведенную. Давление небольшое, поэтому шланг держится, не срывается. Прогоняем во всех режимах, наверное, пройдемся по передаче. И снимаем шланг. Одеваю в шланг шланг. Опускаю его вниз. В тазик. Ну и на этот штуцер я на трубку сразу тоже одену шланг. Если там что-то и побежит, чтобы оно мимо не текло. Снизу ставлю канистру. На шланг одеваю, который у нас с радиатора выходит. Снизу ставлю канистру. И запускаю автомобиль, сливаем масло. Вот уровень масла поднимается. Сливаю 3 литра с половиной и глушу. Глуши! Все. Теперь снимаем обратно эти шланги. И уже заливаем масло в коробку. Все. Убираю воронку. Протираю трубку. Протираю внутри шланга. Одеваю шланг на трубку. Одеваю хомут. Загручиваю пробку сапуна. Загручиваю. Чикарин. Загручиваю. Загручиваю. Сильно затягивать не надо, я здесь метку ставил, по метке и закрутил. Возьму очиститель карбюратора, где я масло разлил, смою немножко. Который пакет, яичный. 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 КОНЕЦ Все, поднимаю автомобиль, здесь пока не собираю Нагрели коробку, в данный момент 50 градусов Прошлись по всем режимам Открываю пробку Масло бежит слабым ручейком Вот так мы его и оставляем Все КОНЕЦ КОНЕЦ Все, у нас здесь пробка закрыта Сливная пробка закрыта Ставим защиту Опускаем автомобиль И собираем сверху Ставлю на место корпус И закручиваем болт КОНЕЦ 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 Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Разобрался. Добавил субтитры. Здесь мы все собрали. Снизу мы все собрали. На все про все у нас ушло 8 литров масла. Фильтр здесь, как я и говорил вначале, находится внутри коробки. Менять его просто так не заменишь. Надо разбирать коробку. На этом все. Замену масла я закончил. Всего вам доброго.